Сегодня Екатерина спешит по знакомому адресу, но не на занятия в группе анонимных алкоголиков, в которой она состоит, а для того, чтобы встретиться с нашей съёмочной группой и рассказать свою историю. Она не скрывает имени и не боится телекамер. Всё, что она хочет, поделиться своим опытом. Ведь часто люди считают, что алкоголизм их не касается. Перфекционистка, медалистка в лицее, когда-то так думала и наша героиня. Ввиду психических особенностей мозга обычно люди не понимают, потому что мозг настолько строг, что он пытается себя оправдать, дабы сохранить своё «я». Защитные механизмы мозга так делают, что, видя окружающую действительность, мы оправдываем себя, что есть люди похуже, валяются под забором, стоят под магазинов, я же хожу на работу, у меня есть семья, соответственно, я не алкоголик. Большинство. Есть люди, такие как я, у которых вокруг окружение не употребляют. У меня родители не пьющие, у меня дедушка был алкоголик, он уже умер. Но на момент, когда я стала употреблять, он уже тоже не употреблял. Но я видела его употребляющим. В общем-то, у меня окружение было достаточно такое интеллигентное, зарабатывающее, умные люди, которые ведут здоровый образ жизни. И мне трудно было сказать, что все так пьют. Я пью, как все. Никто у меня вокруг не пил. Поэтому я достаточно рано признала свою зависимость. Признать зависимость – это важный, но далеко не решающий факт. Путь к выздоровлению у Екатерины был сложным, ведь алкоголь просто так не отпускает. Зависимость сформировалась у меня лет 18, и я была действующей алкоголичкой, скажем так, еще 18 лет. В 36 лет у меня получилось отказаться от употребления, сейчас мне 45, через пару недель, 28 июля, у меня будет 9 лет трезвости. Впервые закодировалась в 21 год, а всего на ее счету было 5 таких попыток. Я постоянно пыталась бросить пить. Все время вложилась в наркологию, несколько раз была в реабилитационных центрах, знала про группу анонимных алкоголиков с 2005 года, но получилось у меня бросить пить только в 2014. Мне до этого, при всех моих попытках бросить пить, не нравилась трезвость. Мне пить не нравилось, и трезвость не нравилась. Я просто меняла одно плохое на другое, потому что становилось невыносимо пить, и я решала выздоравливать. Выздоравливать – это значит не пить. У нас у анонимных алкоголиков не пить – это значит выздоравливать. Я решала, что все это в последний раз, бросала пить, начинала вести здоровый образ жизни в плане питания, в плане общения с родителями, с дочкой, на новую работу устраивалась, потому что с прошлой выгоняли за то, что пила. И это продолжалось недели две, я имею в виду, это хорошее самочувствие при этом все. Где-то на третьей неделе начинался дискомфорт психологический, потом начинался еще физический дискомфорт, и все это приходило к тому, что я решала, что не хочу больше, так опять буду пить. И вот оно так менялось на протяжении многих лет. Самым важным фактором освобождения стал приход в группу анонимных алкоголиков, где Екатерина получила радость от общения и принятия. Ощутила свою ценность, а кроме того, за 9 лет трезвости ее жизнь полностью изменилась. В группе она встретила будущего мужа, родила дочь, обрела работу, сдала на права, получила высшее образование как психолог и закончила множество курсов. Еще одна история про победу над зависимостью в судьбе Александра, который, к слову, сегодня выполняет обязанности председателя группы. Зависимость началась на фоне того, что, наверное, это было общепринято. Это было доступно, это было обычно. Я же был раз тут, в Бресте, на Советской улице. Это я шел со школы, пили мужики в гаражах, пили. Ну, отец у меня употреблял, потом, правда, он 25 лет не пил до самой смерти. Это было постоянно на глазах, за это особо не ругали, ничего не делали. Мне тоже 45 лет, вырос такое неспокойное время. Я работал, употреблял, я в армии употреблял, ну, правда, на губе часто сидел. С самого начала были признаки всей алкоголизма. Я женился, у меня появились дети, я строил дом, строил бизнес, были хорошие работы. Это употребление где-то помогало, ну, расслабиться, как это называют многие, там, диалог с людьми вести, быть раскованным. Проблема была не в алкоголе, а в характере. Как и многие, он просто не умел жить трезвым. За 25 лет употребления спиртного он потерял семью, доверить детей и родителей, но самое главное, потерял себя как личность. Я уничтожил себя как человек. Это была какая-то биомасса серая, которая не улыбалась, ничего. Я был уничтожен. На момент, когда я попал в анонимные алкоголики, там, не важно, кто уже прибыл мне, важно, как я пришел. Я пришел раздавленным, ну, первый же день, когда я пришел, я понял, что здесь мое место. Здесь я нахожусь в правильном месте, у меня появилась надежда. В трезвости мужчина уже два с половиной года. Самое важное, что произошло за это время, он наладил контакт с детьми, а еще познакомился не только с другими интересными людьми, но и с самим собой и продолжает открывать себя как личность. У наших героев история с хорошим концом, но не всегда так получается и не у всех. На конец 2022 года на учете с диагнозом хронический алкоголизм Брестской области состояло 3,5 тысячи граждан из числа взрослого населения. Последние несколько лет статистика существенно не меняется, но она не отражает всю реальную картину. Люди живут так, как они привыкли жить, поэтому тяжело бывает оказать помощь человеку, потому что для этого нужно, чтобы для начала он все-таки пришел и обратился за помощью. Это те люди, которым мы действительно можем помочь. Мы используем широкий спектр методов по лечению зависимостей. В целом в мире, если грубо объединить, то всего лишь три разновидности. Первый – это все виды кодировок, то есть это так называемые одномоментные способы лечения. Вторые способы – это медикаментозная поддержка, то есть препараты, которые нужно принимать практически ежедневно. И третий способ – это психологические методы, то есть психотерапия, психологические беседы, мотивационные беседы, групповые занятия и так далее. На самом деле, вопреки общепринятому мнению, обращения от лиц, страдающих алкозависимостью, происходят каждый день. Но вся проблема в том, что мотивация нестойкая и быстро пропадает. В наркологическом диспансере готовы оказывать помощь как бесплатно, так и на платной основе с условием анонимности. Главное – отбросить гордыню и суметь принять эту помощь. Практически никому не дано преодолеть зависимость, особенно такого рода, как алкогольную, в одиночку. Именно поэтому у людей не получается. Они забрасывают не потому, что они решили, что они будут пить. Они забрасывают, потому что они решили, что я сам справлюсь, мне никто не нужен. Я сейчас всем докажу, что я и так самый умный. А это неправильно. В любом учебнике по лечению зависимости написано, что без обращения за сторонней помощью ты снижаешь свои шансы к минимуму. И наоборот, те люди, которые это быстро понимают, либо изначально начинают понимать, как это устроено, они очень быстро отказываются от идеи принимать единоличные решения, входят в альянс, в союз специалистов и достигают очень хороших результатов.